Девушки отдыхают От всех нас, каждому, где бы вы ни находились, близко, далеко, пусть Бог прикоснется каждому из вас сегодня своим Словом, своим Духом Святым. У Него есть будущее, у Него есть надежда, и мы собрались здесь во имя Его. Аминь, и мы ожидаем, что Он будет говорить к нам. Давайте склоним головы и помолимся, чтобы Его Слово было ясным для каждого из нас. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это особенное время, когда мы вместе и мы в ожидании, что Ты будешь говорить в нашу жизнь. Спасибо Тебе за то, что Ты принял нас в свою семью, в свой дом. Господи, спасибо Тебе, что Ты назвал нас своими детьми, и мы теперь можем собираться вокруг Твоего Святого имени. Благослови нас, наполни наши сердца Твоими откровениями, мыслями, Господь, чувствами. Мы все доверяем в Твои руки и провозглашаем Твою власть во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я предлагаю Вам открыть Библии. Я не знаю, носит ли еще кто-нибудь бумажные Библии. Вот помашите рукой, у кого бумажная Библия есть? О, есть, слава Богу. Да, хорошо. Я люблю бумажную Библию читать, все перед глазами. У кого нет, тот в электронном виде. А в электронном виде у кого есть Библия? Помашите. Да, молодцы. Итак, церковь снаряженная все-таки есть. Библия в разных вариантах. Слава Богу. Давайте откроем послание к римлянам. Первая глава с 14 стиха. Я прочитаю Вам вот эти несколько стихов. И интересно, какое слово особенно зацепит Вас. Потому что, когда я читал этот отрывок, одно слово меня особенно зацепило, о чем я хочу сегодня и проповедовать. Послание к римлянам, 1, 14, 17. Я должен, говорит апостол Павел, я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что до меня я готов благовествовать и Вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Какое слово зацепило? Должен. Да, я так и знал. Вот и меня тоже. Должен. Апостол Павел говорит, что я должен. И когда он перечисляет, кому он что-то должен, то он перечисляет фактически всех людей. Он говорит, я должен и еленам, и это, знаете, представители греческой культуры, самые образованные, самые продвинутые, умные и так далее вот в то время. Вот. И это елены или эллины. И варвары, то есть которые не такие образованные, то есть все прочие народы. Он говорит и мудрецам, и невеждам, неважно мудрец ты или невежда, неважно какое у тебя образование, неважно. Апостол Павел говорит, какой ты национальности, что в твоей жизни было, неважно, я тебе должен, я должен всем. Интересное очень заявление, конечно. И он говорит, что он должен и он готов отдавать этот долг каждому человеку. На мой взгляд, очень сильное заявление. Вы когда-нибудь видели, как разговаривает должник со своим взаимодавцем? Вот я однажды был свидетелем такого разговора, мы были с моим товарищем, и вдруг позвонил телефон, и он начал разговаривать. Мой товарищ должен был определенно достаточно крупную сумму денег другому человеку, его телефон зазвонил, и мой друг начинает разговаривать. Да? Алло? Да, 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 да. Да, Сергей Николаевич, конечно, конечно, конечно. 15-го? Да, да, я приду. Да, конечно, я согласен. До свидания. Всего доброго, всего хорошего. Я в глаза не видел этого Сергея Николаевича, но я точно, имя вымышленное, ни про кого, ничто не подумайте. Но я точно знал, что мой товарищ только что поговорил с человеком, которому он должен денег. И знаете, когда я должен кому-то, я веду себя, наверное, соответствующе. То есть я стараюсь, ну и вежливо, конечно, мы со всеми, конечно, вежливо стараемся говорить, но все-таки, когда ты должен, ты в особенном смирении находишься перед этим человеком. Ты терпеливо выслушаешь, если этот человек говорит, и даже если этот человек говорит что-нибудь то, что тебе не нравится, ты все равно его терпеливо выслушаешь. Потому что ты в особенном положении, ты должен, и ты ведешь себя, соответственно, наверное, с этим человеком с особой вежливостью, почтением и так далее. Ну и, конечно же, я ищу возможности, чтобы отдать этот долг при любой, и стараюсь использовать любую возможность, чтобы вернуть человеку то, что я ему должен. Так вот, апостол Павел говорит, я должен. И апостол Павел имел особенный успех в том, чтобы донести Евангелие до многих-многих людей. Он имел особенный успех в служении Богу, и мы это знаем, он написал большинство, он написал большую часть Нового Завета. То есть, этот человек был успешен в своем служении Богу, поэтому стоит его послушать, несмотря на то, что нам это слово не нравится, и когда он говорит, я должен всем, то мне хочется понять, что же он имеет в виду, и почему он видит себя должником, который должен кому-то что-то постоянно отдавать. Что же, интересно, ты должен, апостол Павел? И он отвечает на этот вопрос. Он говорит, я всем должен, поэтому, что до меня я готов. И это слово готов в оригинале звучит как усердный, стремящийся, желающий. Я хочу, я хочу отдавать это, я хочу поделиться этим, я стремлюсь к этому. Это смысл мой вообще, я хочу, я не хочу оставить это у себя, я хочу отдавать это. Что же апостол Павел, он говорит и называет это благовестием. Он называет это благовествованием Христовым. Он говорит, я хочу это отдавать, я это должен. Я должен, я должен это абсолютно всем. Благовествование Христово, потому что в нем есть великая сила. Великая сила, которая способна освободить любого человека. Которая способна обогатить любого человека. В другом месте, в первом постании к Коринфянам, в 11 стихе, он говорит, что я принял то, что и передал вам. Я принял от самого Господа то, что теперь я хочу передавать всем. Я принял это Евангелие. Я принял эту благую, прекрасную весть. Эту новость о том, что Иисус Христос взял на себя мои грехи. О том, что Иисус Христос хочет подарить мне прощение от всех моих грехов. О том, что Иисус Христос хочет со мной пойти по жизни и благословить меня. Это самая прекрасная новость, это самая замечательная весть, которую когда-либо слышал апостол Павел. Он имел достаточно много в своей жизни. Он имел достаточно прекрасное образование, наверное, лучшее образование того времени. К нему приходили поучиться. Он знал закон Божий, он был талантливый, образованный и известный человек и достаточно перспективный человек в то время. Но он сказал, я ничего лучшего никогда не слышал. Никакой более прекрасной новости для своей жизни я никогда не слышал. И я принял ее. Я принял эту новость о том, эту истину, о том, что Иисус Христос, Он прощает меня. О том, что Иисус Христос умер вместо меня за мои грехи. О том, что Он теперь открывает для меня общение с Отцом Небесным и перспективу вечной жизни. Это самая прекрасная новость. И Он говорит, что в этой новости, в этой истине сокрыта какая-то тайна. В этой истине находится какая-то огромнейшая сила, которая, если человек принимает эту истину, освобождает его от любой власти в этом мире. От власти дьявола, в каком бы виде она ни проявлялась. Эта истина имеет в себе такую силу, которая способна исцелить человека от любой немощи, от любой болезни. Поэтому, когда мы молимся здесь, мы не просто тарабаним воздух. Если честно, сегодня у меня такая была мысль. Мне прям так хотелось, чтобы Максим перечислил имена тех людей, которые просили, чтобы за них молились. Мне так хочется помолиться конкретно и сказать во имя Иисуса Христа, вот этот позвоночник у Сергея такого-то, исцелись. Исцелись. Я чувствую, что у меня есть эта сила, которую я получил. Я бы ее никогда в жизни не заработал. У меня бы мысли даже так никогда не шевелились помолиться за чей-то позвоночник. Может быть, конечно, если бы я проучился лет 5-10 в университетах каких-то, получил бы медицинское образование, может быть, тогда бы и пришло какое-то дерзновение у меня что-то там произвести. Но я очень далек от медицины, но внутри меня есть эта сила. И эта сила действует, потому что я принял эту истину от Бога. Он прощает человека, он любит человека, он хочет исцелить человека, он хочет освободить человека от любой власти дьявола. Апостол Павел говорит, я принял от самого Господа то, что и передал вам, и теперь я должен. Очень интересно, что он принял то, что считает самым важным, вообще самым важным, самым прекрасным. И при этом это делает его должником навсегда. С одной стороны, он говорит, я дорожу этим, нет более прекрасной новости для меня в жизни, я принимаю эту новость. А с другой стороны, он осознает, что теперь он должен другим людям, он оказывается теперь в позиции должника. И поэтому он ведет себя как должник, он ведет, он разговаривает как должник, он старается понять людей, как будто, значит, они что-то ему дали. И мы знаем, что он был самым успешным апостолом из всех апостолов. Какую-то истину он увидел. В каком-то положении он оказался в правильном, в какое-то положение он поставил себя правильное, и это положение называется так. Я должник, я принял что-то, и я должен теперь отдать, я должен теперь отдать это всем людям. Вы знаете, что на прошлой неделе несколько подростков ушло из жизни. Они лишили себя жизни. У них, они оказались в какой-то ситуации, каждый из них в этой ситуации не имел этой силы, чтобы противостать. У них не оказалось достаточно силы, чтобы кого-то простить. Не оказалось достаточно силы, чтобы у кого-то попросить, может быть, прощения. Они столкнулись с каким-то вызовом, с которым не смогли справиться. Апостол Павел говорит, а у меня это есть. А у меня это есть. И я смотрю на этот мир, и я вижу, что там этого нет. И люди просто лишают себя жизни. Это страшно. Это в нашем городе, это в Новосибирске. На прошлой неделе несколько подростков ушло из жизни. Просто лишили себя жизни. Это трагедия. Это трагедия для них, это трагедия для их родителей. Я не знаю, где эти родители теперь возьмут силы, чтобы пройти эту трагедию. Чтобы выжить после этой боли. Дорогие, а у нас есть. А у нас есть эта сила. А у нас есть эти дары. А у нас есть то, что мы приняли от Господа. Но я не знаю, кто из вас сегодня в этой позиции, которую обозначил апостол Павел. Я должен. Я должен. Да, спасибо, что вы поднимаете руки у кого-то. Это явно выражено. Да, я должен. Я вижу это. Я понимаю, что Бог мне дал. И намного больше, чем просто для меня одного. Я должен. И я хочу это отдавать. Слава Богу. Но мне кажется, что многие думают, что им должны. Я себя ловил не раз на этих мыслях. Вы знаете, подъезжаю к парковке. И возле моего дома, вот на этой парковке, на которой я привык останавливаться всегда. Я вообще тороплюсь сейчас. Мне просто надо удобно встать и выйти, чтобы сделать дело. Я потом на служение бегу. И тут кто-то стоит и прям стоит вот в этой машине. И я ему сигналю. Я хочу, чтобы он уехал отсюда. И я вдруг чувствую, у меня претензия какая-то. Вообще-то. Встал на мое место. И я не нахожусь тогда в этой позиции, что я должен. Совсем другая картина. Если я должен, я понимаю, я не знаю, в чем находится этот человек, который находится в этой машине. В какой ситуации. А может быть он думает как раз как выйти из своей ситуации, из своего тупика. И если я понимаю, что я должен, я не буду вести себя так, как вот хотел бы повести. Я поставлю машину в другом месте. И может быть поинтересуюсь, все ли там у него в порядке. Я буду разговаривать как должник, который должен сейчас что-то передать. Который должен сейчас что-то отдать этому человеку. А у него нет этого. Я не знаю, кто из вас находится сегодня в какой ситуации. Возможно, вы к себе это не применяете. Но послушайте. Притчи. 22 глава. 7 стих. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом заимодавца. Апостол Павел, ты серьезно? То есть, ты хочешь сказать, что ты должник, то есть, ты раб вообще для всех. Ты становишься рабом заимодавца. Ты ставишь себя в позицию раба по отношению ко всем людям. Интересно, эта позиция относится к апостолу Павлу или не только? Может быть, это апостол Павел просто так влип, вот в жизни как-то оказался в этой ситуации, в какой-то позиции такой, и он понимает, что он теперь апостол, поэтому он всем должен. Может быть, в этой ситуации оказываются пастыря, которые, ну вот, оказались пастырями, поэтому они теперь тоже всем должны. Может быть, это служители какие-то особенные, которые в этой же ситуации, в этой же позиции, они тоже всем должны. Но а как насчет нас всех? А как насчет каждого христианина? И я думаю, что в этих стихах есть какая-то истина, которая для каждого христианина. Я хочу вам прочитать еще одно место из Библии. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 19 стиха. Апостол говорит, ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести. А теперь он показывает, что это позиция, в которой он оказался, в которой он сам себя поставил. Позиция, я должник. Он говорит, я будучи свободен от всех, всем поработил себя. Ты не можешь по-настоящему служить Богу, служить людям, если ты не освободился от мнения людей, если ты не освободился от влияния этого мира, если ты не освободился от политики этого мира, если ты не освободился от своих страхов, сомнений. Апостол говорит, я будучи свободен от всех, и я думаю, что это первое, что нам надо иметь, это первая истина, которую нам надо принять. Бог освободил нас от страхов, от сомнений, от мнения окружающих, от всего. Он хочет, чтобы мы были свободны, чтобы мы принадлежали Ему, чтобы наши сердца принадлежали Ему, чтобы мы не были завязаны в политике этого мира, чтобы мы на самом деле были детьми Божьими, которые принадлежат своему Отцу. И если это так, то тогда ты можешь оказаться, можешь занять эту сильную позицию. Я, будучи свободен от всех, я могу поработить себя всем. Я могу теперь раздавать себя всем. Я не завишу ни от кого, но я избираю раздавать то, что я принял от Господа моего. Апостол Павел говорит, не оставайтесь никому, ничем должны. И здесь может возникнуть этот конфликт. Как же так? Апостол Павел, ты говоришь, не оставайтесь никому, ничем должны. Но он потом добавляет, кроме взаимной любви. Потому что кто любит, тот исполнил закон Божий. И он говорит, что для иудеев я стал как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Не чуждый закона, как чуждый, не чуждый закона, но не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Игра слов такая. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Я бы мог продолжить. Для соседей я стал соседом. Для таксистов я стал как таксист. Я не знаю, как братья, которые ездят по нашему городу Новосибирску, они ездят с чувством, что они всем должны? Или они ездят с чувством, что им все должны? Не прошу поднимать руки. Это на усмотрение каждого. Это анализ, который пусть сделает каждым. В какой позиции мы сегодня находимся? Мы в позиции, что нам должны? Мы дети царя. Или мы в позиции, что мы должники? У нас есть, что отдать. Ибо мы не себя проповедуем, говорит апостол Павел, но Иисуса Христа Господа. А мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей. В лице Иисуса Христа. Он осветил нас. У нас есть что-то. Мы понимаем что-то. Буквально вчера утром мы с братьями там в этой поездке собрались, чтобы преломить Слово Божье, чтобы прочитать несколько стихов. И мы открыли этот стих и начали читать. Из послания к Римлянам 1 главы 14 стиха. Мы минут 15 порассуждали и пришли в единство. Нам так понятно, что не только апостол Павел должен быть в этой позиции. Я должен, я хочу отдавать, я призван к этому. Бог избрал меня для этого. Мы все пришли в единство. Почему? Потому что Бог освещает наши сердца. Он открывает нам свою истину, которая закрыта для этого мира. Первое послание к Римлянам 4 глава 7 стих. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься? Как будто не получил. Если ты имеешь что-то, есть ли у тебя что-то, что бы ты не получил? Скажешь, ну конечно, я заработал своими руками одно, другое, есть мои силы, я достиг какого-то успеха в жизни. И так рассуждает этот мир. Но апостол утверждает, что все доброе, что мы имеем, мы имеем от Бога. Он дает нам это для того, чтобы мы могли передать дальше. И он говорит, если что-то у тебя такое, чего бы ты не получил, открой глаза, Бог освещает тебя, это Он тебе дает, у тебя есть бизнес какой-то. Ты думаешь, ты построил его, ты молодец, ты умный, ты, конечно, отличаешься от других людей, но апостол говорит, подожди, это Бог тебе дал. И Он дал тебе это для чего-то. У тебя есть успех какой-то в семье, и ты радуешься, ты хороший семьянин, у тебя что-то получается лучше, чем у другого. Подожди, это не отличает тебя, ты это получил. Бог дал тебе благодати иметь хорошую семью, воспитывать хороших детей, для того, чтобы ты мог поделиться потом с кем-то. Что, скажи, у тебя есть такое, чего бы ты не получил, чего бы ты достиг своими силами, своими способностями, своим умением, образованием. И это очень интересный вопрос. И пусть каждый для себя ответит честно. А есть ли у вас такое, чтобы вы не получили, чтобы вы достигли своими силами? И если вы найдете что-нибудь, на что скажете, что я достиг, я достигла это своими силами, я, скорее всего, скажу вам, что вы находитесь в каком-то обмане. Потому что абсолютно все доброе, абсолютно все доброе, Писание говорит, что приходит в твою жизнь, оно приходит от Отца Светов. И в этом может быть обман. Потому что когда ты думаешь, что ты это не получил, у тебя просто так получилось, ты смог это, ты достиг, у тебя получилось лучше, чем у других, тогда, конечно, ты никому ничего не должен. Но если ты это получил, да, Бог активировал те дары, которые вложил сам же в тебя, Бог использовал твои силы, которые дал же тебе сам. Да, Он использовал все это, Он дал тебе какие-то способности и привел тебя к определенному успеху. Но Библия утверждает, что ты это получил. Вы скажете, а мирские люди, интересно, они достигают иногда больших успехов. Я скажу, Бог дает им достигать эти большие успехи. Но они не понимают, что они это получили. Они хвастаются этим, они гордятся этим, они превозносятся над другими через это, но не понимают, что они это получили. А мы с вами должны понимать. А у нас-то глаза открыты, а наши сердца-то Он озарил своим светом, а мы-то понимаем, что без Него мы не можем ничего. И если мы получили, то апостол говорит, а если получил, если ты признаешь, что абсолютно все, что есть в твоей жизни, ты получил от Бога, то почему ты ведешь себя так, как будто ты это не получил, как будто ты это сам смог? Почему ты ведешь себя так и хвалишься, как будто ты не получил, хвалящийся, хвались Господом, говорит Писание. Но если ты получил, то не занять ли бы тебе позицию должника, как апостол Павел, который должен отдать, поделиться с кем-то то, что получил, поделиться своей способностью, своей возможностью, своей прибылью, своим успехом, своими талантами, где, смотря в какой области у тебя что-то получилось. И Писание призывает нас к этому и говорит, что каждый, абсолютно каждый, служите тем даром, какой получил. Служи тем даром, какой получил. У тебя какой-то дар есть, у тебя какая-то способность, у тебя какая-то возможность есть. Служи этим даром, служи этой способностью, этой возможностью, которая у тебя есть, и тогда ты будешь в категории апостола Павла. Я хочу прочитать вам быстренько еще одно место Писания. Оно достаточно длинное, 10 стихов. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 стиха. Это знакомая вам история. Хочу, чтобы вы обновили ее внутри себя и скажу вам некоторые мысли. Некто из фарисеев просил Иисуса вкусить с ним пищи. И Иисус, войдя в дом фарисеев, возлег. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его и мазала драгоценным вот этим благоуханием, составом, этим духами особенными, миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника, один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, то он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит господина? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил? И, обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Он, похоже, ее как не видел. Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. И я думаю, на самом ли деле разница между этим фарисеем и этой грешницей в том, что она грешница более, чем этот фарисей, стоит еще поспорить, кто там больший грешник, когда Бог, глядящий и видящий сердца человеческие, Он только может определить. Просто одни грехи там внутри роются, а другие грехи наружу. Вот и вся разница. Но кто из них больше и кто меньше, один Бог знает. Я думаю, в чем же тогда эта разница? Разница в том, что эта грешница признала, что она сама недостойна прощения. Она признала, что все, что она может сделать, это принять этот подарок от Иисуса Христа, это прощение. А тот фарисей, он не признал, что он недостоин. Он считал, что есть что-то, чего он достоин, чего он заслужил. И в этом разница, и в результате разница эта выражается в том, как кто служит, как кто отдает. В какой ты позиции сегодня? Или в позиции я принял от Господа и я хочу отдавать всем? Или я, конечно, принял от Господа, но я достоин этого? У меня что-то теперь получается, я что-то могу. И тогда, конечно, не будет столько любви через тебя выражаться по отношению к Богу и по отношению к людям. Но, дорогие, это правда, что все, что мы имеем, мы приняли. Это правда, все, что мы имеем, нам дал Господь. Так много ли будет, если мы, приняв от Господа это спасение, эту благодать, эту силу Божью, поставим себя в позицию должников, которые призваны теперь все это раздавать. Я сегодня удивляюсь, почему для многих людей таким сложным кажется заплатить за какое-то служение. Мы, допустим, поехали в эту поездку 500 километров от Новосибирска, в одну сторону 500, обратно, то есть два дня примерно мы потратили, по полторы тысячи где-то потратили на каждого, то есть мы собрались на топливо, на амортизацию машины. Дорогие, там собралось примерно 140 человек, зал был на 180 человек. Считаете, да? Почти полный зал. Эта деревня, там всего 860 человек. Это точное количество посадочных мест в этом зале вместе с балконом. То есть вся деревня, это вот этот наш зал. Из них собралось 140 человек примерно. Это примерно 15%. Вы только представьте, был потрясающий концерт. Каждый, кто с нами, кто из нас поехал, просто в Духе Божьем пел песни, говорил слова, свидетельства. Вся эта деревня сегодня разговаривает об Иисусе Христе. Мы заплатили по полторы тысячи. Это же такие копейки по сравнению с тем влиянием, которое мы оказали на всю эту деревню. Вы только представьте, мы иногда смотрим по-человечески. Я должен пойти туда, я должен что-то сделать, сколько мне это будет стоить. И мы мыслим по-человечески. И мы можем просто промахиваться в жизни мимо цели. Дорогие, Бог дал нам, Он дал нам очень много. Каждый из вас получил что-то особенное. По всей видимости, может быть, многие из нас уже даже не представляют, каково там в этом мире, насколько там страшно, насколько там безнадежно. Я, если честно, не могу понять, что может заставить человека уйти из жизни добровольно. Что это? Что за такая проблема? Что за такая ситуация? Что за такой конфликт? Что это? Хотя я был в миру, меня касалась депрессия. Но это было давно уже. Через 25 лет жизни с Богом я уже забыл, что это такое. Мне сегодня сложно это воспроизвести и понять. Но люди живут сегодня в этом. Драгоценные. Бог призывает нас сегодня занять правильную позицию перед Богом и перед этим обществом. Перед этими людьми, среди которых мы живем. Занять правильную позицию в том, что, во-первых, признать, Господи, все, что я имею, это от Тебя. Множество ситуаций, множество свидетельств свидетельств о том, когда человек оставляет церковь, бунтует, уходит, считая, что он прав. Но посмотрите на эти судьбы, они же все перед нами. Мы же уже годами в церкви, мы уже годами идем путь вместе. Посмотрите, это же очевидно, судьбы разрушаются, бизнес терпит крах и так далее, и так далее, разводятся, проблемы там, там. Почему? Это же свидетельство о том, что то, что ты имел и то, что ты имеешь, это дает Бог. И тогда не надо гордиться, но тогда надо занять правильную позицию перед Богом с благодарностью за все, что ты получил. Господи, спасибо Тебе. Спасибо за семью, если она у тебя есть. Спасибо тебе, Господи, за бизнес, если у тебя есть. У каждого из вас есть, за что поблагодарить Господа. У каждого из вас есть, что дать этому миру, что дать друг другу, чем поделиться. У каждого из вас есть какой-то дар, который вы могли бы использовать для того, чтобы служить Богу и не смотреть. Я думаю, почему, что это такое, что сегодня многие из нас смотрят на то, сколько нам это будет стоить, а сколько стоило Христу, чтобы освободить нас от власти дьявола, чтобы дать нам надежду. Сколько Христу стоило того, чтобы нам принять то, что мы сегодня имеем. Я думаю, для многих из вас это не новость, для многих из вас это уже, наверное, даже не откровение, но Иисусу Христу это стоило всей его жизни. Он расточил, написано, Он раздал себя нищим. Он просто раздал себя этому миру. Он раздал себя, Он продолжает себя раздавать всему этому миру, каждому из нас. Если Иисус смог занять эту позицию смиренного человека, будучи Богом, и служить этому миру, если апостолы потом называли себя рабами, ничего не стоящими, если апостолы потом говорили, мы должны, мы должны, мы приняли что-то, если написано, что те, кого весь мир не был достоин, скитались в милотях, в козьих кожах, по пещерам, жили где-то, но они раздавали себя людям, весь мир их не был достоин, но они видели себя в своих глазах, мы должны что-то отдавать, мы должны отдавать. Какая позиция сегодня у нас? Как много ты сегодня можешь заплатить за служение Богу? Чем ты сегодня можешь пожертвовать? Чем ты жертвуешь по факту, чтобы отдать то, что ты получил? Настроен ли ты на то, чтобы отдавать то, что ты получил? Или ты просто радуешься то, что у тебя есть и твое будущее, и помышление о том, чтобы было еще больше? О чем твои молитвы? О том, чтобы эффективно раздавать, или о том, чтобы насобирать побольше, да чтобы еще поуспешнее, да во имя Иисуса, пусть денег будет больше, для чего? На что ты заточен? О чем ты думаешь? В какой позиции ты находишься? Я предлагаю помолиться нам сейчас вместе и попросить, чтобы Дух Божий, чтобы Он, как здесь написано, осветил наши сердца. Вы можете оставаться как есть, давайте просто склоним головы и обратимся к Богу. Господь, освети нас. Господи, мы просим Тебя, освети наши сердца. Мы просим Тебя, освети, Господь, нашу жизнь. В какой позиции, в каком положении мы находимся сегодня? Господи, нравится ли Тебе наше положение? Нравится ли Тебе наша позиция? Господи, мы благодарим Тебя сегодня за то, что мы получили. Мы благодарим Тебя за то, что однажды на этой земле была пролита Твоя святая кровь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты полностью отдал свою жизнь, чтобы спасти нас от ада, от погибели. Мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою любовь, за Твое прощение и за Твою силу, чтобы нам жить в этом мире, Господи, и побеждать. Спасибо Тебе за то, что мы получили это даром. Мы любим Тебя, наш Бог. Мы поклоняемся Тебе здесь. Я признаю, Господь, что все, что я имею, я получил. Все, что я имею, Господь, все доброе, что у меня есть, пришло от Тебя. Я благодарю Тебя, Господи. Я благодарю Тебя за семью, за детей, за жену. Я благодарю Тебя, что мои родители еще живы, и я могу говорить в их жизнь. Господи, я благодарю Тебя за то, что имею достаток и жилье. Я благодарю Тебя за то, что Ты можешь использовать меня на этой земле. Я благодарю Тебя и признаю, что без Тебя не могу делать ничего. Я признаю, Господь, что все, что имею, имею от Тебя, Господи. Я хочу отдавать. Я хочу раздавать. Я хочу отдать все, Господи, что Ты дал мне, зная, уверен, что когда я так делаю, Ты даешь намного больше. Господи, я хочу для всех стать всем, чтобы приобрести еще больше. Отец Небесный, вот мы, и Ты слышишь каждую молитву, и Ты слышишь сейчас каждое сердце, Господь. Я прошу, чтобы преображение там внутри произошло. Я прошу, чтобы Твой свет осветил так, чтобы рассеялась всякая тьма. Господи, освети наши мысли, освети, Господь, наши сердца. Пусть прожектор Духа Твоего Святого будет включен здесь и на всяком месте, где слышат сейчас это слово. Господи, даруй нам занять правильную позицию, чтобы Ты не сдвинул наш светильник. Господи, даруй нам остаться в правильной позиции и исполнить Твою волю на этой земле, подобно тому, как Ты это сделал. Даруй нам, научи нас, Господь, раздавать свою жизнь, несмотря, сколько нам это будет стоить, потому что Ты сказал, что не бывает такого, что если кто-то что-то раздаст во имя Иисуса Христа и не получит намного больше, не бывает такого. Господи, я благодарю Тебя за все, что нас ожидает. Я благодарю Тебя, Господь, за этот поток Твоего присутствия. Я благодарю Тебя за эту силу, которая будет высвобождаться через нас, когда мы будем отдавать, а Ты будешь наполнять больше, а мы будем отдавать. Я благодарю Тебя за этот приток финансов, которых будет больше, потому что мы будем отдавать, мы будем жертвовать, мы будем служить, Господь, этому миру, чтобы приводить людей в Твое царство, чтобы разрушать дела, чем мы на этой земле, а Ты даешь больше, Господь, тому, кто отдает. Спасибо Тебе. Мы в ожидании того, что Ты будешь делать, потому что сегодня мы посвящаем свои жизни Тебе. Сегодня, Господь, мы признаем, что все, что имеем от Тебя, и сегодня мы занимаем эту позицию. Я должен, будучи свободный от всех, я всем должен. И я хочу страстно это делать, я хочу ревностно раздавать то, что приходит от Тебя, Господи, и пусть никогда не оскудеет рука дающего и сердце любящее. Мы молимся Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok